На самом-то деле антибиотики действуют только на бактерии. При вирусных инфекциях они неэффективны. Поэтому сегодня мы имеем следующую картину. Антибиотики не показаны при вирусных инфекциях, они не способствуют предупреждению бактериальных осложнений, они не сокращают сроки выздоровления. Они показаны при тяжелых бактериальных инфекциях. И вопрос не решен, есть аргументы из-за и против при смешанных инфекциях. Дальше. Итак, преимущественно вирусные инфекции. Те случаи, когда антибактериальная терапия не показана. Это простуда или ОРВИ. Острый ренит, ларингит, трахиит, острый бронхит. Идем дальше. Смешанные инфекции. Атид, синусит, тонзилофарингит. Инфекция лорорганов. Вот почему возникают споры. Дальше, пожалуйста. Прежде всего, задача антибиотиков не добиваться. Это полного устранения всех симптомов заболевания. Задача у них другая. Это уничтожение возбудителей. Или торможение и ростах размножения и развития. Для того, чтобы сформировался специфический иммунитет, который закончит дело. Поэтому глупость, конечно, лечить больных с пневмониями до полного устранения, ну, например, усиления легочного рисунка на рентгенограмме и так далее. Но антибиотики действуют на чувствительных к ним микроорганизмов. К сожалению, они не выбирают, вызвал этот микроорганизм заболевание или нет, действуют на всех микроорганизмов, которые чувствительны к ним. И поэтому нам нужно знать противника в лицо. Когда мы говорим о внебольничных инфекциях, дыхательных путей и лорорганах, то перечень возбудителей невелик. Это так называемые типичные бактерии. Пневмококи, гемофильные палочки и марокселла. Пневмококи и гемофильные палочки относятся к привередливым микроорганизмам. Просто при их выращивании требуется строгое соблюдение протоколу. Ведь дело в том, что мы имеем дело с живыми микробами, и любые отклонения, технологии выращивания приводят к потере, к невозможности идентификации возбудителя. Что касается марокселлы, то это возбудитель, который распространен в странах Северной Америки, Западной Европы. Но по неизвестным пока причинам встречается крайне редко на просторах русской равнины. В России, в Украине, Белоруссии и так далее. Вторая группа это атипичные микроорганизмы, то есть те микроорганизмы, которые требуют специальных условий для выращивания. Это микоплазма, пневмония, хламидофила, пневмония, современное название хламидия, пневмония, и легионелла, пневмофила. Причем значимость последнего микроорганизма для Украины еще предстоит уточнить. И наконец, все остальные микроорганизмы встречаются сравнительно редко. Это стафилококки, стриптококки, отличные от пневмококов, и представители семейства энтеробактерий. Дальше. Так вот, антибактериальная терапия при отите и синусите. Смотрите, частота спонтанного выздоровления, то есть без использования антибиотиков, при отите достигает 80%. То есть 4. Больных из 5 выздоровеют, делаем, назначаем антибиотики или нет. При синусите до 70% пациентов выздоравливает. Это данные рандомизированных клинических исследований, данные по плацебогруппе. Соответственно, нужно ли вмешиваться, нужны ли антибиотики. Идем дальше. Извините, я прошу прощения. Нет, назад, назад, верните. Поэтому сегодня общепринятым подходом к лечению больных с отитами и синуситами является выжидательная тактика. При отите, которым чаще все же почти исключительно болеют дети, продолжительность выжидательной тактики ограничивается сутками, двумя, максимум тремя. В это время назначаются симптоматические препараты, главным образом парацетамол аналгетики, и за больным наблюдают. Есть некоторые абсолютные показания для назначения антибиотиков при синуситах. Например, тяжелое течение заболевания, возраст до двух лет, в конце концов, настояние родителей или опекунов ребенка. В этих случаях мы их назначаем. В противном случае выжидательная тактика. Длительность выжидательной тактики при синусите существенно больше. Раньше мы говорили от 7 до 10 дней, сегодня мы говорим 10 дней. И только если за это время заболевание не разрешилось, в Америке, в Канаде, в Германии, в России, во Франции, рекомендуется использование антибиотиков. Возможно одно исключение. Если больному в ходе естественного течения заболевания и при оказании симптоматической помощи стало легче, и потом вдруг состояние ухудшилось, тогда тоже назначаются антибактериальные препараты. Для получения эффекта у одного пациента при отите нужно пролечить до 17 пациентов. То есть 16 человек будут получать антибиотики просто так. В общем, никакой пользы от этого не будет, а возможно разовьются нежелательные лекарственные явления. При синуситах до 12 пациентов нужно пролечить, чтобы пользу получил кто-то один из них. Сегодня нет ни одного класса антибиотиков, доказанных преимуществ по сравнению со стандартом терапии подобных пациентов с амоксицелином. Правда, следует оговориться, что большинство клинических исследований, на которые я ссылаюсь, были проведены во времена низкого уровня резистентности микроорганизмов к антибиотикам. Еще один важный момент, который я буду подчеркивать. Дело в том, что при недавнем по отношению к нынешнему заболеванию использовании бета-локтамных антибиотиков, макролидов или фторхиналонов, существенно возрастает риск того, что новое нынешнее заболевание, когда пациент приходит к вам сейчас, будет вызвано устойчивыми к использовавшему классу антибиотиков бактериями. Вот один из примеров таких. Вы видите, что вероятность носительства пенициллина резистентных пневмококов в три раза возрастала, если длительность лечения была больше пяти дней по сравнению с меньше пяти дней. Более того, если больной на протяжении последнего месяца принимал бета-локтамные антибиотики, вероятность носительства пневмококов устойчивых к пенициллину тоже возрастала в три раза. Поэтому логично при повторном обращении вот в такие короткие сроки за медицинской помощью с бактериальной инфекцией использовать другой класс антибиотиков. Даже если, допустим, три месяца назад помог, скажем, фторхиналон, и больной обращается сегодня к нам лучше назначить или бета-локтамный антибиотик или макролид. Дальше. Эта концепция весьма логична, но она пока еще нуждается в проверке в ходе рандомизированных клинических и перспективных исследований. И если она будет доказана, я не сомневаюсь, что это будет именно так, то у нас не будет какого-то одного антибиотика или класса антибиотиков, который был бы лучшим при всех внебольничных инфекциях и дыхательных путей. Напротив, внедрение антибиотиков разных классов станет правильной клинической практикой. Дальше. И, наконец, бактериальная инфекция. Здесь момент такой. Ну, это не совсем бактериальная, но преимущественно бактериальная инфекция. Обострение хронического заболевания легких и пневмонии. Дальше. Обострение хозл. Что это такое? Это проявление естественного течения заболевания. Оно характеризуется усилением одышки, кашля и или же выделением мокроты по сравнению с обычным течением заболевания. Но ведь при естественном течении заболевания, сегодня больной кашляет больше, завтра меньше, сегодня болит голова, завтра нет. То есть, есть определенные колебания. И если новое нечто выходит за рамки этих колебаний и требует изменения плановой терапии, это и есть обострение хронического обструктивного заболевания легких. Дальше. Вы видите, что в этиологии не только бактерии присутствуют. Чисто бактериальных обострений около трети. Бактерии вместе с вирусами еще 25%. Но, однако, есть вирусные обострения и обострения, вызванные другими причинами. Ингаляция аллергенов, полютантов и так далее. Дальше, пожалуйста. Какие основные микроорганизмы вызывают обострения? Знакомы уже нам. Гемофильная палочка, пневмокотки, марокселл и катаралис. Другие микроорганизмы встречаются редко. Поэтому антибиотики, которые мы назначаем, должны быть активны прежде всего против вот этой магической тройки. Дальше. Есть классическая работа Антониса, на которую до сих пор никто не сумел превзойти. Он пытался понять, всем ли больным нужны антибиотики. И показал, что если у пациента имеется усиление одышки, усиление продукции мокроты и усиление гнойности мокроты, то назначение антибиотиков существенно лучше, чем назначение плацебо. При втором типе обострений, когда имеется два из трех перечисленных признаков, антибиотики работают, но разница уже не настолько значительная. А если имеется какой-то только один из этих перечисленных признаков, то назначать антибиотики бесполезно. Разницы статистически значимы с плацебо нет. Дальше. Недавно был опубликован метаанализ исследований у больных с хроническим бронхитом. На самом-то деле авторы путались в статье. Статья опубликована в Европейском респираторном журнале. Они и Хозл называли обострение, и тут же хронический бронхит. Я взял название в соответствии с заглавием работы. Здесь и дальше я буду показывать периодически подобные иллюстрации. Если горизонтальные уши пересекать вертикальную линию, различия между сравниваемыми параметрами недостоверны. Если по одну сторону, или здесь, или здесь находятся, тогда различия статистически значимы. При обострении хронического бронхита не удалось превосходство ни в торхенолонов над макролидами или наоборот, ни даже при анализе исследований, выполненных у больных с первым и вторым типом обострения по антонисину, различий не было. Не было различий между фторхенолонами и амоксицелином в комбинации с клавуановой кислотой. Дальше. Поэтому Европейское общество респираторное рекомендует следующее. Назначать антибиотики больным с первым типом обострения, усиление одышки, плюс увеличение количества макроты, плюс увеличение югнойности. Второе. Больным второго типа, но обязательно один из симптомов должен быть усиление гнойности макроты. Второе может быть или усиление одышки, или увеличение количества макроты. Не суть важна. И третья группа пациентов – это обострение у больных с тяжелым течением заболевания, когда требуется инвазивная или неинвазивная искусственная вентиляция легких. Дальше. Что рекомендуется сегодня? Группа А. Легкое обострение. Объем форсированного выдоха за первую секунду 80% и больше от должного. Возбудители, уже знакомые нам, гемофилы, пневмококи, марокселы, некоплазма, пневмония, хламидия, пневмония. Препарата выбора трое. Вы видели, что доказать превосходство какого-либо класса не удалось, но обострение не тяжелое. Микроорганизм с предсказуемым уровнем чувствительности к антибиотикам. Рекомендуется или амоксицелин, или доксицелин, или макролиды внутрь. Альтернативный препарат амоксицелин, клавуланат внутрь. Ну, сейчас, секундочку назад, я хотел обратить Ваше внимание на хемомицин, азитромицин. На самом-то деле, я действительно поддерживаю ситуацию, когда у нас имеются и оригинальные препараты, и качественные генерические препараты. Ни одна система здравоохранения не выдержит нагрузки, даже американское, лечение только генерическими продуктами. Это качественный азитромицин, хемомицин. Дальше. Вторая группа. Это средне-тяжелое или тяжелое обострение без факторов риска инфицирования семигнойной палочкой. Те же самые возбудители. Однако, добавляются представители семейства энтеробактерий. Клипсиелла, пневмония, кишечная палочка, энтеробактер и другие. На них, например, макролиды уже не действуют. И оставлять в этом случае макролиды было бы в качестве препарата выбора было бы неразумно. На них могут не действовать аминопенициллины, незащищенные. В частности, многие представители семейства энтеробактерий вырабатывают бета-лактомазы и разрушают бета-лактамное кольцо, инактивируя таким образом антибиотик. Поэтому препаратом выбора является амоксициллин в комбинации с клавуановой кислотой, который назначается внутрь. Вот еще один пример такого качественного генерика панклав. Я, к сожалению, сегодня не могу показать результаты собственных исследований именно схемой медицином и с панклавом, но у нас достигнута договоренность, и мы уже перешли непосредственно к исполнению одного проекта. Надеюсь, на следующей нашей встрече я смогу показать наши собственные данные именно с этими двумя препаратами. Итак, альтернативный препарат это левофлаксацин, который тоже назначается внутрь. Наконец, в ряде случаев мы вынуждены прибегнуть к парентеральному введению антибиотиков. Препараты выбора это амоксициллин в комбинации с клавуановой кислотой, это цифалоспорины третьего поколения, обычно цифтриаксон, а также вторхиналоны, лево- или моксифлаксацин, хотя судьба амоксацин, чуть позже поговорим об этом, она неоднозначна. Дальше. И, наконец, третья группа больные с тяжелым обострением или средне-тяжелым, но имеются факторы риска инфицирования синегнойной палочкой. Здесь уже нам нужно назначать препараты, которые активны в отношении этого чрезвычайно грозного и нередко устойчивого ко многим традиционно используемым антибиотикам возбудителя. Таковыми для назначения внутри являются вторхиналоны, старый цифрофлаксацин, обратите внимание на дозу, доза рекомендуется FDI, 750 мг в два раза в день. Это полторы таблетки. Стандартная доза цифрофлаксацина даже чуть больше, чем полторы таблетки. Альтернатива влево флаксацин, который тоже назначается в дозе 750 мг в сутки. Парентерально используется комбинация цифрофлаксацина с антисинегнойным бета-лактамом. Речь идет о цефтазидиме, о цефаперозоне, цефепиме или карбопенемах, имепенем, дорепенем, меропенем. И к ним могут добавляться аминогликозиды. Это факультативно единственный существующий в мире анализ комбинированной антибактериальной терапии сочетания бета-лактамов с аминогликозидом. По сравнению с монотерапией бета-лактамом никакой пользы от добавления аминогликозидов к сожалению не показал. Причем по инфекциям разных локализаций. Дальше. Ну и наконец пневмония. Современная классификация пневмонии предполагает выделение четырех групп. Внебольничные, внутрибольничные, аспирационные и пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета. Мы продолжаем говорить только о внебольничных инфекциях. Дальше. Для того, чтобы поставить диагноз пневмонии необходимо обязательно рентгенологическое подтверждение очаговой инфильтрации в легких. Ну вот вы видите массивная инфильтрация. А также наличие не менее двух из четырех следующих признаков. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой 38 и больше градусов. Кашель с отхождением мокроты. Физикальные признаки пневмонии. Наличие крепитации мелкопузырчатых звонких хрипов, ослабление дыхания на стороне поражения и так далее. А также лейкоцитоз более 10 на 10,9 на литр или выраженный палочкадерный сдвиг более 10% палочек. Дальше. Итак, как лечить больных с внебольничной пневмонией в амбулаторных условиях? Дальше. Мы уже с вами выяснили, что ключевыми возбудителями инфекции дыхательных путей, включая внебольничные пневмонии, являются по существу пять микроорганизмов. Два типичных и три типичных. Вот вопрос. Нужно ли нам отдавать предпочтение антибиотикам активным в отношении типичных патогенов или бета-лактамы не потеряли своего клинического значения? Ведь, в общем-то, если американские эксперты на протяжении последних 15 лет жестко настаивают препараты выбора, это обязательно антибиотики, активные в отношении типичных патогенов, мнение британских, российских, украинских экспертов, моё персональное тоже, бета-лактамы не потеряли своего клинического значения. Кто прав? Есть несколько мета-анализов, они появились в последние годы, начиная с 2003 года. Я привожу один из последних, посвященный анализу исследований, которые были выполнены исключительно у больных, которые лечатся амбулаторно. Итак, 13 исследований, 3400 человек. Все больные, подчёркиваю, лечились в амбулаторных условиях. И обращаю ваше внимание на последнюю строчку. Частота излечения и улучшения в анализируемых исследованиях была высокой, более 90%, а смертность в очередь невелика, 0,7%. Это совокупный результат от мета-анализа. Что получилось? С точки зрения клинической эффективности, антибиотики, активные в отношении типичных патогенов, не были ни лучше, ни хуже бета-локтамов. Более того, при прямом сравнении макролида с торхенолонами, может быть, какой-то из антибиотиков, активных в отношении типичных патогенов, лучше. Различия не были получены. Не были получены различия при прямом сравнении цифалосфоринах и защищённых аминопенициллинов, конкретно амоксоциленковула нато. Дальше. Может быть, смертность изменялась? И здесь не было выявлено различий. Ни при сравнении всех антибиотиков, активных в отношении типичных патогенов с бета-локтамами, ни при сравнении макролида с торхенолонами. Дальше. Авторы сделали соответствующие выводы. Исходы нетяжёлых небольничных пневмоний, которые лечатся в амбулаторных условиях обычно хорошие. Вне зависимости от того, действует или не действует антибиотик на атипичных микроорганизмах. Главное, чтобы он действовал на пневмококов, ключевого и основного возбудителя пневмонии. И, соответственно, выбор антибиотиков должен базироваться на профиле нежелательных лекарственных явлений. Естественно, лучше назначать препарат более безопасный, на стоимости, на предпочтениях и врача, и пациента, ну и, наконец, на учёте риска индукции резистентности. Но если спросить себя, почему, в общем-то, не удалось получить никаких различий, объяснения может быть несколько. Очень высокая частота излечений. Для того, чтобы, например, доказать, что препарат А, активнее препарата Б на 2%, нам бы в каждую из групп вмешательства пришлось бы включать примерно 3,5 тысячи пациентов в каждую. Если вы помните, всего было проанализировано в 13 исследованиях 3400 человек. А если разница ещё меньше, мы предполагаем в 1% препарата активнее препарата Б, то группа вмешательства, каждая, каждая из детей вмешательства должна была бы составить между 11 и 13 тысячами пациентов. На такие расходы не пойдёт никакая компания, это безумно дорого. Если предположить, что препарат А снижает в 2 раза смертность, в абсолютном значении на 0,35% у нас бы получилось, нам бы в каждую из групп вмешательства пришлось бы включать 6800 человек. Но это невозможно по самым разным соображениям. Именно это объяснение не единственное мне представляется наиболее верным. Идём дальше. Ну и, наконец, я завершаю своё выступление. у нас есть приказ, который утверждён приказом Министерства здравоохранения Украины 128 от марта 2007 года, которым был введен протокол оказания помощи больным с небольничными пневмониями. И тех пациентов, которых мы лечим дома, предлагается делить на две группы. Принципиальных отличий между ними немного. В первой группе больные без сопутствующих заболеваний и так называемых модифицирующих факторов. Во вторую группу относятся больные тоже с нетяжёлой пневмонией, но у которых есть или сопутствующие заболевания, обострение хозл, бронхеты, извините, обострение хозл, сахарный диабет, нарушение сознания, алкоголизм, сердечное, почечное, печёночное недостаточности и так далее. Или есть факторы, которые увеличивают вероятность инфицирования устойчивыми возбудителями. Дальше. И вот рекомендации. Препараты больных первой группы предлагается лечить амоксицелином или макролидами, альтернативой респираторной фторхеналоны. Вторая группа, где есть вероятность того, что заболевание вызвано возбудителем, имеющим те или другие компоненты устойчивости, амоксицелин, клаволанат или цифуроксимокситил. И, наверное, последняя иллюстрация. Я ещё раз напоминаю, у нас есть достойные антибиотики, азитромицин, химомицин и амоксицелин, клаволанат панклав. Продолжение следует...